Девушки отдыхают 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 Он поступил очень просто Расположил 63 известные К тому времени элементы В порядке возрастания Их атомных масс И обнаружил, что через определенные Интервалы этого ряда Химические свойства Веществ повторяются Поначалу этот интервал равен 8 Смотрите, гелий номер 2 Плюс 8, 10, неон Плюс 8, 18, аргон И аргон, и неон, и гелий Это благородные газы Не вступающие в реакции Без цвета и запаха Периодический закон Периодический закон формулировки Менделеева звучит так Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов Находятся в периодической зависимости От атомных весов элементов Ну, сегодня следует, во-первых, заменить в этой фразе Атомные весы на атомные массы А во-вторых, нужно учесть Что атомная масса Это еще не самая главная характеристика атома Не случайно в периодической системе Менделеева Несколько элементов с большей атомной массой Опережают своих более легких соседей Вот, например, смотрите Кобальт, атомная масса 58,9 Стоит перед никелем У которого атомная масса 58,7 То есть тяжелый стоит раньше легкого То же самое происходит и здесь, смотрите Телур 127,6 И йод 126,9 Располагая элементы в таком порядке Дмитрий Иванович руководствовался их химическими свойствами А вот от чего зависят эти свойства Химики в то время еще не знали Но мы-то уже знаем, что зависят они От числа электронов в атоме И от расположения электронных облаков Вот почему более важным, чем атомная масса Характерным признаком атома Служит атомный номер Он равен числу электронов атома И числу протонов атомного ядра Электроны, находящиеся на внешнем электронном слое Определяют способность атомов Взаимодействовать с другими атомами Давайте опять заглянем в таблицу У лития на внешнем электронном слое Один электрон У бериллия два У бора три У углерода четыре и так далее Заканчивает период Неон, благородный газ У которого на внешнем слое Восемь электронов И электронный слой заполнен Современная формулировка периодического закона Звучит так Свойства химических элементов И их соединений Находятся в периодической зависимости От порядковых атомных номеров По координатам элементов В периодической системе Можно не только совершенно точно узнать Строение его электронной оболочки Но и предсказать его химические свойства Вот, например, мы с вами знаем, что Хлор – это очень активный, ядовитый газ Который активно реагирует с металлами Давайте посмотрим на его соседа Его называют фтор Логично предположить, что фтор – это тоже галоген Тоже активный газ, который реагирует с металлами Так вот, на самом деле, друзья мои, так и есть При разработке периодической таблицы Менделеев оставил пустые клеточки Места для еще не открытых химических элементов При этом, исходя из положения элементов таблицы Дмитрий Иванович довольно подробно описал Свойства этих элементов незнакомцев И даже дал им предварительные названия Экобор, экосилиций и экоалюминий Прошло совсем немного лет И гениальное предвидение создателя периодической системы Подтвердилось Были открыты элементы Скандий, Галлий и Германий И все их свойства точно совпадали С предсказанными Менделеевым И в настоящее время Периодический закон остается путеводной звездой химии Ну что ж, переходим к следующему письму Письмо от Юлии Бодровой из Москвы Дмитрий Иванович Расскажите, пожалуйста, про спички Кто их придумал и из чего они состоят Дома мы ими не пользуемся А вот моя бабушка в деревне часто разжигает ими печку Юлия Бодрова Семейство спичек, дорогая Юлия Многочисленное и разнообразное Насчитывается порядка ста типов Да-да, я не ошибся Именно около ста типов Но печку Юлина бабушка разжигала Скорее всего обычными, хозяйственными спичками Их еще называют безопасными Но существуют и сугубо специальные виды спичек Для туристов, геологов, охотничьи, ветровые, сигнальные Сигнальными спичками называются те, у которых пламя Или выделяющийся при горении дым Окрашены разными цветами А еще бывают спички штормовые Которые горят даже под водой Представьте себе Вот мы сейчас попробуем зажечь одну такую спичку Для туристов О, смотрите, как она ярко горит Да? Какими только способами люди Не добывали огонь до появления спичек Терли друг от друга деревянные поверхности Выбивали искру кремнием Пытались поймать солнечные лучи Сквозь кусочек стекла Первый прообраз спичек появился у китайцев В 570 году нашей эры Они стали пропитывать палочки для трения серой В конце 18 века французский химик Клод Бертоле Опытным путем получил вещество Названное впоследствии Бертолетовой солью Калий Хлор О-3 Так в Европе В 1805 году Появились спички Маконки Это такие тонкие лучинки Смазанные Бертолетовой солью Которые зажигались Если эти лучинки обмакивали В раствор концентрированной серной кислоты Первые сухие спички Были изобретены в Англии Но распространения они не получили У них был ужасный запах Затем во Франции Изобрели фосфорные спички Они легко воспламенялись При трении о любую твердую поверхность Но были ядовитыми В связи с наличием фосфора А вот спички Которыми мы с вами пользуемся сейчас Еще называются шведскими Поскольку были изобретены в Швеции Они зажигаются только трением О специальную подготовленную поверхность Стоит заметить Что в состав всех этих спичек Неизменно входила Бертолетовая соль В чем же дело? Сейчас я объясню Дело в том, что Под действием трения Детонации Нагревания Бертолетовая соль Распадается на хлорид калия И кислород В этом-то весь секрет Вы знаете, что кислород Необходим для горения Он содержится в воздухе Если ограничить доступ воздуха То горение прекратится А вот бертолетовая соль Сама содержит в себе кислород Поэтому ее используют в фейерверках Хлопушках В бенгальских огнях Сейчас мы с вами убедимся в том Что бенгальский огонь Всем нам знакомый Способен гореть Без воздуха Для начала мы его зажжем В данном случае Бертолетова соль Выделяя кислород Окисляет Железные опилки Которые горят И вот так светятся Я положил бенгальские огни В закрытую бутылку Доступ воздуха ограничен При этом горение продолжается Друзья мои, на этом мы прощаемся Время нашей передачи подошло к концу Дорогие ребята, я напомню вам адрес По которому вы можете присылать свои вопросы Город Москва, улица Марксистская Дом 34, корпус 7 Телеканал Радость моя Или оставляйте свои вопросы На сайте телеканала Радость моя На этом мы прощаемся с вами С Гошей До новых встреч Ваши Дмитрий Иванович И Аргентом Редактор субтитров А.Семкин